За время информационной программы события к нам присоединился наш постоянный гость Михаил Юрьевич Карпухин, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета. Михаил Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Вы не с пустыми руками. Да, конечно. Дело в том, что сейчас идут сплошные посевы, потому что долгородный сезон, несмотря на погоду в разгаре, и нам нужно вовремя всё посеять. И вот, конечно, для того, чтобы вырастить хорошую рассаду, а рассадных культур у нас достаточно много, да, мы с вами и говорили уже, что это и перец, и баклажан, и томаты, особенно вот сейчас это томаты в первую очередь, да, ну и цветочной культуры тоже, для них нужно сделать хороший грунт. И вот я как раз принёс здесь, да, вот видите, такой грунт, вот, к которому уже добавлены определённые компоненты. Я вот сейчас их быстренько скажу, чтобы наши телезрители успели записать. Первое, конечно, когда в основном все сейчас покупают грунты, да, то есть они продаются в упаковке, любые можно брать, а не все, в основном, наших производителей, не все на основе низинного торфа. Но у низинного торфа есть одна проблема. Проблема та, что он быстро уплотняется. И чтобы он не уплотнялся, нужно вот в эти грунты добавлять разъехляющие материалы. Например, какие? Например, это может быть опил, который, но должен за трёх суток замочен быть в аммиачной селитой. Это 15 грамм на 10 литров объёма, вот, вместе с водой вот этого опила. Да. А почему? Можно, дело в том, что если мы не замочим опил вот в азотных удобрениях, тогда получается, что вот те микробы, которые будут в этом грунте, они заберут весь азот, и растение будет голодать. Да, то есть есть такая вот проблема. Проблема. Но можно использовать речной песок, можно использовать керамзит, да, можно использовать перлит, да, вот такие вот раздыхающие, допустим, вермикулит. И вот как раз здесь, видите, у меня блестит такой вермикулит добавлен, да? Очень. Да, вот они, видите, вот сюда как раз вермикулитовая, но и немножко керамзита здесь у меня. А вот здесь вот это я хотел показать сразу, что вот когда мы добавляем эти компоненты, то нужно добавлять этих компонентов 30-40% вот разрыхляющих, вот по объёму. То есть, если мы берем, допустим, 70% торфа, то 30% должно быть разрыхляющих материалов. И плюс ко всему, если вы купили просто торф, простой торф, то понятно, что, во-первых, он кислый. И еще плюс на 10 литров объема нужно добавить или стакан извести пушонки, или 2 стакана золы, чтобы это все перемешать, чтобы раскислить вот эту почву. И плюс ко всему, в торф еще добавляют минеральные удобрения. Минеральных удобрений добавляют столовую ложку. А у нас тут чайные. Да, ну потому что у нас с вами, видите, и объем грунта очень мал. И поэтому добавляют, как правило, такие удобрения, как фертика, азофоска, нитрофоска, любые, для того, чтобы обогатить вот этот вот грунт удобрениями. Ложки что сейчас находятся? Вот минеральные удобрения сложные. У меня просто сухие завтраки похожи. Нет, нет, давайте без завтрака. Это завтрак для растений. Вот, и поэтому таким вот образом это все... Я не ложка навеяла, да? Да. И потом это все хорошо перемешивается. Да. И вы видите, что вот здесь, который грунт вот я принес, он очень сухой. И вот эта проблема, она всегда возникает. Почему? Потому что если вы сразу сейчас вот его сделали, да, в него сеять вы не сможете. Его нужно за несколько раз хорошенько пролить. Раз он торфяной, то 3-4 раза придется его хорошенько проливать для того, чтобы он действительно питался влагой. А это очень-очень важно. И вот здесь вот я уже подготовил такой парничок, да, и сразу хочу показать, вот еще продаются вот такие таблетки, да, торфяные. У нас есть в сухом виде такая же, да? Да, вот она в сухом виде как раз здесь показана. Так. Вот такие таблеточки. Вот я только буквально перед эфиром замочил, да, она должна все равно где-то сутки хорошенько напитаться влагой, да, она разбухнет хорошо. И только после этого мы можем вот в это отверстие, которое вот здесь вот вы видите, да, туда посеять семечко. Да, ну а кто уже работает традиционно, то, как правило, вот видите, у меня уже здесь все очень влажно. Таблетка это удобрение? Нет, это не удобрение, это субстрат, торфяная таблетка, которая благодаря воде, да, 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 это тот субстрат, в котором мы будем выращивать рассаду. То есть она вот сейчас, видите, уже постепенно уже больше становится. Она бухает. Да, она разбухает. Да, и можно вот в таком даже маленьком горшочке буквально, да, замочить, конечно, и оно очень хорошо потом, значит, будет. Способствовать росту. Ну и понятно, что перед тем, как посеять, мы обязательно все еще раз смачиваем. Но вы видите, что у меня субстрат уже тот, который готовый, он уже здесь достаточно влажный, да, и понятно, что, ну, кто чем, я вот делаю всегда вот таким, или карандашиком, или ручечкой, да, делаю вот такие вот углубления, да, вот такие вот интересные. Смотрите, как вот. То есть даже на полсантиметра буквально? Да, полсантиметра, вы правы. Более полсантиметра делать этого не нужно. Почему? Потому что, как правило, очень плохо потом всходить этим нашим растениям. И берем также вот семена, и по одному семечку, да, уже... Закидываем туда? Да, буквально туда закидываем. Если что-то вдруг попало рядом, значит, мы поправим этим же карандашиком, да, и вот таким вот образом мы осуществляем посев. Так, буквально у нас полминутки еще. А дальше что делаем? Дальше мы вот таким вот образом прикрываем, да, вот таким вот образом, вот, хорошенечко, вот. Затем, затем, так как у нас все уже влажное, мы после посева ничего не поливаем больше, да, вот здесь вот есть, помогите мне, пожалуйста, вытащить этот поддончик, да, вот этот поддончик зелененький, да. Вот этот вот поддончик, он у нас для того, чтобы почва не попадала на подоконник, например. А поскольку это парничок, сверху? А поскольку парничок, мы закрываем его сверху, вот таким вот образом, да. И ждем? Да, и создаем температуру 25-30 градусов, то есть не обязательно его ставить на подоконник, можно поставить в самое теплое место, у себя где только есть, ну, как правило, около батареи, главное только не на батарее, да, около батареи где-то. И буквально на четвертый, пятый, а иногда шестой, в зависимости от качества семян, мы получаем где-то процентов 75-80 всходов. Всходы первый, да? Как только всходы появились, мы сразу выставляем на самое светлое место. А так как это парничок, то мы можем немножечко даже подождать, но самое главное, когда только появились сходы, мы должны убрать вот эту... Крышку. Почему? Потому что иначе они вытянутся от избыточной температуры. Са уже снизилась температура, и они становятся приземистыми. Таким вот образом будем выращивать вот в этих кассетках до третьего настоящего листа. А после третьего настоящего листа будем перевалить вот в такой горшочек. Спасибо большое. Как это все сложно, да как это все интересно. Юль, вот учись, запоминай, потом глядишь и пригодится. Слушай, я очень люблю помидоры, но я понятия не имею, как их выращивать, поэтому мне правда очень интересно. А вот, вот любезно. А вы знаете, нет ничего лучше и вкуснее того томата, который вырастил сам. Да. Мы вам говорим огромное спасибо. Спасибо. Желаем вам отличного дня, как всегда, очень познавательно и интересно. Ну а если у вас есть вопросы к нашему эксперту, пожалуйста, присылайте их на нашу электронную почту. А нам нужно двигаться дальше. Съели конфету, научись с ней играть. Капа и Санек расскажут, как можно играть в фантики. Капошилки на очереди и, естественно, будет загадка. Да, первым, кто пришлет правильный ответ, достанется два билета в мягкий кинотеатр «Кинодом» на фильм «Дамбо». Поэтому, Капа, Санек, вам слово.